Если вы являетесь поклонником вселенной Властелина Колец, то я рекомендую вам подписаться на канал Лэнс Лиса. На своем канале он проходит игры, которые так или иначе связаны с тематикой Властелина Колец. Будь то экшены, стратегии или РПГ. Также у него есть довольно крупная группа ВКонтакте, посвященная вселенной Властелина Колец, где он выкладывает различный интересный и полезный контент для фанатов Средиземья. В общем, если вы интересует вселенной Властелина Колец и вам нужен качественный контент, то ссылки на канал Лэнс Лиса и его группу ВКонтакте вы найдете в описании под этим видео. Приветствую вас всех, дорогие друзья, это Яроспарта и компания Зафины. Друзья, я уже говорил свой рейдж и подхерт насчет сложившейся ситуации, то что, да, несмотря на то, что нам разработчики говорят, что если вы захватите столицу со противника, вы получите дип штраф минус 20 к соседям, там вас будут еще больше презирать. Друзья, вот я пробовал играть как надо, да, то есть я пробовал сначала взять фивы, да, в протекторат. Получил заместо этого, да, заместо надежных тылов удар в спину. Сначала меня биотицы агентами травили, а потом успели, скажем так, собрать свои силы, да, и потом начали ходить по моим тылам, несмотря даже на то, что я их подчидил, да, и принял их в свои протектораты. То есть этот способ был не жизнеспособен. Второй способ был следующий. То есть я всячески здесь, скажем так, был на стороже, да, то есть если какая-то армия вдруг акрилась и выходила из города, да, то я ее разбивал, но это происходило не так уж и долго, по той простой причине, что биотицы также успели наплодить агентов, которые начали травить мои армии. Вместе одновременно с этим я приказал нашим союзникам пойти на фивы, да, то есть фивы сделал целью для них. Но результат вы видите сами. К биотицам пришли на подмогу к коринфляне, и таким образом сейчас нашим союзникам абсолютно не до фив. То есть, как мы видим, коринф захватил фарсал, феры, и сейчас у наших союзников италицов и фесалицов проблему другого плана им бы хотя бы отхватить то, что коринф не захватили уж, что говорить о фивах. Поэтому этот план тоже не сработал. И нам сейчас ничего не остается, как, ну, собственно говоря, наплевать на вот эти вот минусы к дипотношениям, блин, потому что другого способа я не вижу сделать тихие спокойные тылы, хотя фивы, я бы не сказал, что это тылы, это передовая центра. Ну-ка, ну, короче говоря, в любом случае, жизнеспособные фивы здесь в центре, да, нам абсолютно не нужны. Мы в этом не заинтересованы, и, да, я сейчас захвачу фивы и уничтожу биотию, во что бы мне это потом не пришло. Ибо у меня очень большой рейч был по этому поводу, как я уже вам говорил не один раз. Так, будем штурмовать. Ну что, пошли? Пошли, ребят. Кстати, всего три бы хода они продержались бы, биотийцы. Ох-ох-ох, наконец-то. Не, просто, может быть, кто-то, у кого-то, может быть, и получалось, да, когда они сами проходили кампанию, не спорю. Может быть, там, у кого-то союзники захватывали вот этот вот город, если ты командовал, там, захвати, там, этот город. Но вот у меня вот так вот получилось то, что зафейлилась и та идея, и та. То есть как со взятием города союзниками, так и взятие биотийцев в протекторат. И, опять же, в отличие от тех же столиц у Каринфы и Спарты, у биотий, ну, для нас очень невыгодно. Такие расположения. Вот, поэтому надо их кончать. Раз уж так не получается, то надо их кончать в любом случае. Так, легкие гоплиты. Знаете, в чем? Ну, ладно, выходите пока. Так, дайте расставим. Потому что я, я еще раз повторяю, я пробовал по-разному, я пробовал по-всякому. В итоге, блин, ни хрена у нас. Не получилось, как я хотел, поэтому придется идти вот на такие крайние меры. Тут уж извините, но ничего не поделаешь. Так, Родовские прачники тоже сейчас их поближе выведем. Так, ну, и покомпактнее остальных. Это у нас тут Агрианин. Так, давайте вот так вот вместе пойдемте, чувачки. О, у нас еще есть копи-метатели, отлично. Так, ну все. Смотрим расположение. Пока не вижу. А, они, они тут все. Метатели дротиков в основном, да? Лучники сейчас еще на подмогу придут к нам. Так, ну, пусть тогда ими будут заниматься пока что прачники наши. О, наемные Родовские прачники. Короче говоря, этой швали тут полно. О, а тут как раз-таки наш второй расчет, вторая армия подойдет. О, тут у нас Родовские лучники. Отлично. Тоже пускай обстреливают. Так, короче говоря, ребят, вы у нас сейчас давайте вот сюда. Ну, дайте, раз сосредоточьтесь, давайте. Так. Давай, пошли. Firefly. И тут у нас тоже метатели дротиков. Ой-ой-ой-ой-ой. Как страшно-то. Так, джавелинщиков отправим. И фракицов. Ну все, мы тут уже начинаем обстреливать. Отлично. Ну я думаю, сначала небольшой обстрел, да, а потом уже будем думать, куда нам направить свои силы. Неплохо так выстреливают. Ну-ка, дайте вас сюда пошлем. Так, дайте, Родосов, Родосов, сударе. Родосов выносим? Ладно, короче говоря... Давайте уже штурмовать. Давайте уже штурмовать, уже наконец-таки, хоть что-то. Так, все, тут наши уже подходят. Отлично. Замечательно. Ждем. Ждем, собственно говоря. Ну дайте прям лучничков, лучничков. Поджигаем. Так дайте чуть-чуть подальше отойдите. А то сейчас вы только, наоборот, серьезные потери себе сделаете. Вот тут, я думаю, будет неплохо, чтобы вы встали. Так, здесь как раз сейчас дротиков выстреливаете. Хотя тут они, конечно, да, стену очень хорошо защищают, но не всегда. Не всегда. Миссия, воориори! Повторяй! Слингеры! Продолжаем выстреливать Радосов. Так, и где у нас критские-то лучники? Отлично, вот сюда вас. Ударим. Прошу. Отлично, 46. Совсем уже мало осталось. Так, ну и можно джавелином сюда направить жевелинщиков. О, ну все, лучники уже все. Они уже испугались бедненькие у нас. Отлично. Хе-хе. Так, отлично. С дротистами мы разобрались. С дротистами мы разобрались, и этому чертовски рад. Дроти побольше. Так, я думаю, отсюда Радос смогут, да, критские лучники стрелять неплохо. Так, все, шмаляем по этим парням. Так, все, легкие гоплеты уже идут. Жажду двое. Так, это у нас... Тут и гоплеты, и легкие гоплеты, ага. Мы их сейчас здесь вот так вот и закроем. Так, плюс еще в подмогу сейчас с топорников отведем. Так, давайте, ребята, работаем, работаем по ним. Так, точнее даже вот так вот сейчас сделаем. Прачники по брачникам так вот здесь вот, а вы по легким лучникам. А вы лучше встанете вот так вот. Все, отлично. Так, всем временем с правого фланга подходим, и сейчас делаем нагоняй легким гоплитом биотицам. Происходит небольшой бенни-хилл, но далеко они все равно не уйдут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, топор... Топорнички, отлично. Так, ребят, в принципе... Идите, в принципе, уже ладно. Ну, тут у нас какое-то мясо просто происходит, да? Тут со всех сторон просто обстреливают. Ну, отлично. Недаром мы наняли радостских прачников, да, и критских лучников. Вполне себе неплохо. Так, ну тут еще у нас лучники остались, да? Ах, к сожалению, да, у слингеров все закончилось. Тогда стреляем еще вот по ним. Так, тут поцыки, я смотрю, пришли тоже, не знаю, ничего не пришли, бенгоплит, ополченцы. Ну, люлей, наверное, получить. Получить сейчас... В чем проблема? Так, лучники, лучники тоже сейчас свое получают. Это кто-то, блин, метатели дротиков под криповку присылают. Гады, а? Ну-ка, давайте-ка, устроимся им тут ад. И погибель, и Израиль. А-а-а, блин, стены-то еще надо. Вот, точно. Так, мы можем... Мы можем выйти отсюда. Вам, мол, отсюда... Сюда можем сейчас выйти, насколько я знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, короче, ребят, выходим вниз. Ах ты, е-мое, а? Стоп. Стоп, 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 блин, надо что-то... Обратно, обратно, обратно выходим, блин. Блин, они сейчас нам все карты попутают. Гады, а? Подавляем всех лучников. Все, давайте, 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 ребят. Уже 31, все, все... Всех на лучников, блин. Дальнобойки у нас... Ох, у нас уже скоро дальнобойки закончатся, лучники все, да? Ну, зато у нас и есть еще и обычные лучники, да? 86. Ну, тут, конечно, неприятный элемент. 160. Ё-моё. Так, в подмогу надо кого-то. Давайте, давайте, давайте. Так, еще африанцев надо. Блин. Вот эти падла могут все испортить, блин. Добиваем, добиваем их. 15 человек осталось. Сейчас выйдем вниз и все, и уже будет легче. Блин, на эти креплые лучники. Так, все отлично. На, сейчас, идем вниз. Так, отлично. Блин, они нам сейчас всю малину могут испортить. Герды, блин. Блин, они сейчас практически всю свою пехоту поставили вот сюда. Давайте, режем всех тут нафиг. Так, давайте, выходим, выходим. Сейчас самое главное бы прогнать как можно подальше застрелов. Потому что они чертовски сильно мешают. Так, ну еще Гену надо посылать. Я смотрю, тут они что-то вообще тут нам... Что-то каравинушки сильно попортили. Так, гаденыши отбежали, я смотрю. Но это еще не конец. Так, Миндар нас тут ждет. Давайте, 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 давайте. Подходим, подходим. И блин, а? Ироды, блин. Когда шо, стрелы-то закончатся, а? Ладно, благо тут у нас еще... Много еще чего, кого. Блин, потери будут большие. Блин, ну вот здесь, вот этих вот, блин, бичи бы как бы... Че бы с ним сделать-то, а? Че бы с вами сделать, ероды. Блин, опять все гаденыши пришли, блин, на свое место. Так, ладно, сейчас тут лучники вроде... Заметатели дротиков, агорианцы придут. Блин, да не шмаляйте, пана, мрази. Сколько у них тут боеприпасов еще? Блин, еще в подмогу ведут, да ёк, рано бабать, что ты будешь делать. Так. Ребят, лучники там, кто еще тут у нас? Дайся вот сюда. Тут я думаю, ребят, справятся. Нам, блин, надо сейчас опять что-то, лучников нам надо нейтрализовать, блин. Да, потная катка получилась. Не знаю, с этими бичами что делать, блин. А че они меня раздражают? Э, это кто? Откуда? Ладно, все херачат их тут нахер, блин. Шмаляйте по ним, изо всех сил. О, пошло добро, пошло добро, отлично. Пошло добро, ребят. Александр Гаврилович Абдулов был бы рад. О, одно добро, водка и бухло, одно здоровье просто. Все, давайте, загнали мы их, отлично. Наконец-то, блин. Так, а грянцы, давайте, не тупите, и... Давайте, метчиками, метчиками лупим их, метчиками. Мясо, я, я хочу мясо. А вы, лучники, обстрелили ли вы все вот этих ребят? А, вы решили фигарить вблизи, ну-ну. Пусть. Так, еще вам поможем сейчас гаплитами. Так, ворота пока... Ворота пока в неизвестном положении, состоянии, но вроде потихоньку тащим, потихоньку тащим, отлично. 50. Так, еще у нас гаплиты идут. Еще ополченцы, но тут просто стопотворение какое-то. Так, правильно, правильно, правильно. Обстреливаем их, так их, этих гаденышей. Простреливаем. Как, как Сталин делал это в 37-м, ребята, все верно делаете, молодцы. Так, осталось теперь вот этих вот гаплитиков. Почему я с ним ничего не могу делать? Отлично. Так, топорники поперли. Давайте, дайте, обстреливайте, обстреливайте их. Давай, 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 дедка. Только в наших не попадайте, самое главное. Ладно, пойдемте, дайте сами в рукопашку, а то сейчас по-любому Friendly Fire будет много урона от своих же. Так, нет, у нас Миндар остался. Я так понял, он один-одинешенька у нас тут и здесь остался. Я, по крайней мере, надеюсь на то, что... Ну да, это главная точка прям на мостике. И, походу, он тут один остался из отборных гаплитов. Кусуется с ребятами, с неграми. И все, потихоньку, потихоньку инициатива переходит к нам. Я поначалу боялся, что все будет очень тяжко, но в итоге... Они сами себя, биотицы, загнали в ловушку. Так вот, да? Ну, по крайней мере, то, что я вижу, да, это сейчас самая эпичная битва за все время прохождения. Бежите, гады! Правильно, 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 что бежите. Эпичная, эпичная, конечно, ничего не скажешь. Так, все, перемалываем последних, отлично. Все, ребятки, просто вообще в адских попыхах бегут от нас с позором. Так, ну а что, теперь... А теперь, собственно говоря... Давайте займемся геной. Я думаю, пришло самое время для этого. О, плюс ко всему лучники у нас еще остались, отлично. Давайте миндару по самой неболусе вставим. Я вам сейчас даже хочу завалить побольше чести из луков. Так, все, захватываем, захватываем стены. Все, ребят, хватит добивать раненых. Давайте добьем этого, как его, миндара или как его там зовут. Че-то тут такой у лучников-то радиус низкий-то. А, не, все. Ну давайте, ребят, поперли. Поперли, форбатай! Как-то вы не особо кучно стоите, ну ладно. Дайте, 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 дайте быстрее, быстрее приходим. Помогаем нашим лучникам своим. На шаг я их перевел просто, к сожалению, по ошибке. Так, все сюда быстрее, ребят. Надо заканчивать с ними. О, поперл 159, отлично. Дайте ускорим время, 157, 156. Борный гаплита, да, конечно, это, ребят, не лыком шиты явно. Так, все, сходим, сходим, сходим. Все, все сюда, все сюда. Все сюда, ребят, 152. Агрянцы, помогаем. Ну, у агрянцев там своим, пилу моим. Вроде урон должен быть больше. Ух, 57, е-мое, вали их нафиг. Не дайте им дойти. О, совсем другое дело. Вот так вот. Сейчас мы вас шапками-то и закидаем, ребята. О, падайте, сучки, падайте. 122. Сейчас будет еще меньше. Не, все-таки, блин, агрянские топорники, это, ребята, такие, знаете, полезные на самом деле. Такая универсальная пехота, в случае чего могут и люлина давать в ближнем бою, а могут и расстрелять. А, стоп, 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 стоп. Вот вы нам, стоп. Все, пусть пока топорники, топорники занимаются, а потом мы их добьем сами. Отлично. Ох, вот сколько сейчас топорников с этой стороны придет. Я просто вообще боюсь, боюсь смотреть на это зрелище. Их стало 76, а было 160, и они пошли. Решились пойти в бой, блин, суки, а. Я забыл, что у вас нет патронов. Идиоты, блин. О, блин, пошло, пошло добро, блин. Бухло и водка на здоровье. Ладно, отходим. Не хочу я сейчас еще и от Миндара терять. Ну, он все, он уже сам описался, уже весь описался, все. У него бедняга, уже все. Мы уже не можем с собой совладать никак. И сейчас ему дадут больших и толстых люлей. Пошли фигарить их до последнего. Нет, ну, кроме лучников, само собой. Ни хрена себе. А, и отметатели дротиков были. Ну, собственно, и все. Финита, ля комедия. Были биотицы, нет биотицы. Шикарно, твою мать. Просто шикарно. Фух. Хорошо подрались. Да, много кого выкосили. Из наших, считай, полармии выкосили. Было нас 4345, потеря 1846. Чуть меньше половины. Но все равно эти гаденыши достойно держались, надо сказать. Смотрите, лучники 210, конечно, сколько выкосили, гады. Все, наконец-то вы нас больше не будете донимать, гаденыши. Нет, мы вас захватим. О, да. Ну и, конечно же, мы получили штраф к дипотношениям, но не со всеми, а только с аккайцами, биотицами, яницами и дорицами. Но как-то нам на это пофиг. После недавних событий греки окончательно перестали считать эту войну оборонительной. Желания Афин известны, их властолюбие оскорбительны. Не стоит думать, что греческий мир станет спокойно смотреть на подобные имперские замашки. И, наконец-таки, да, этот геморрой в нашей жопе, он, наконец-таки, исчез. О, да. И мне, на самом деле, сейчас глубоко поливать, что обо мне подумают, потому что биотицы мне очень-очень сильно мешали. Ну, давайте посмотрим еще раз на глобальную карту. Ну, в принципе, что... Ребят, на самом деле, ничего не изменилось по сути своей. То есть, ну да, то есть, теперь, смотрите, то есть, у нас теперь, не знаю, минус 600, да? Ну, весь пилпанес против нас, да, ну... Ну да, вот еще минус против нас, крит, все против нас. Но в любом случае, блин, плевать вообще мы хотели на это все дело. Самое главное, наши союзники все нас поддерживают. Им вообще пофиг, им даже не дали штрафов в отношении, вот и все. Так что все нормально, жизнь продолжается. Окей, ушки, все отлично, ребят. Фух. Следующие технологии у нас поставки припасов будут, отлично. Ну и на этой ноте, со взятием ФИВ, да, и уничтожением биотического союза, я, пожалуй, данную серию и закончу, чтобы вас лишний раз не нагружать. Собственно говоря, самое главное, мы сделали ФИВ, наши, кстати, довольно-таки неплохая. Неплохая область, неплохой город. 487 прибыли нам дают, что, в принципе, очень даже неплохо, по сравнению с остальными городами. Вот. Насчет Каринфа и всех остальных, тут уже разговор отдельный. В принципе, от Каринфа теперь очень удобно обороняться нам будет. Осталось только разбить вот эти вот залетные армии. И можно устроить пилпанесу, просто тупо блокаду вот здесь вот. Поставить какие-нибудь две полностейковые армии, например, вот тут и все. У них просто не будет выхода к нам. Вот. Поэтому я думаю, так, сделать все выгоднее. Ладно, в принципе, на этом все. Посмотрим, насколько это решение мое. Насколько мое решение даст сильные последствия на будущее. Посмотрим, как будут развиваться события. А на этом наша серия подходит к концу, ребят. Всем спасибо за просмотр и пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok